Тимиртауцы продолжают мерзнуть. Простуду и различные хронические заболевания зарабатывают горожане в своих квартирах. Бореют и дети, и взрослые. Виной тому неисправность и частые аварии на теплостанциях. Главнее всего погода в доме. Но у многих жителей города Тимиртау температура в квартире не поднимается выше 16 градусов. У Марии Колесниковой двое детей. Одеваться дома приходится, как перед выходом на улицу в самый суровый мороз. Семья переехала из Караганды два года назад. И им есть чем сравнивать. Раньше зимой открывали окна и проветривали помещения. Но сейчас они не могут это позволить. Полуторагодовалый Матвей играет возле обогревателя. А 14-летняя Анастасия может читать свои любимые книги только под пледом. Летом за электроэнергию Мария платила меньше тысячи тенге. Теперь из-за постоянно включенного обогревателя в квитанциях сумма составляет более 3,5 тысяч тенге. «Приходится с обогревателем ходить по всей квартире. На кухне идем, готовим туда обогреватель. В зале когда сидим. Ну и так же в спальне. Ребенка купаем, тоже обогреваем, чтобы не замерз. В ванную комнату. Потом приходится опять в зал его перетаскивать, чтобы тепло было». Валентина Ушукова – пенсионерка. Постоянно включать обогреватели не позволяют средства. За 20 лет проживания в этом доме Валентина Николаевна заработала простуды и хронические заболевания. Город расширяет свои горизонты. Появляются новые жилые и торговые дома. Но, как и 15 лет назад, город также обогревает две теплостанции, которых недостаточно, чтобы согреть все дома. «Раньше зимы были сыровые. Мы жили здесь очень хорошо. Было тепло. Даже мы форточки открывали. Это лет 5, как мы только въехали. Потом стало строиться много зданий, много магазинов построилось. И стало очень у нас холодно. В этом году, вот сейчас, на сейчасное время у нас 17 градусов. Но было и меньше. Видимо, АТС уже не справляется, ТЭЦ. И каждую недельку, вот так немножко бывает, дня два тепло, а потом снова холодно». Частые проблемы с отоплением в городе Тимиртау обсудили в областном окемате Караганды. Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям отметил, что аварии на ТЭЦ-2 неоднократно случались в этом году. «Отопительный сезон 16-17 года начат с 1 октября и в целом проходит в штатном режиме. Однако требует особого контроля ситуации на ТЭЦ-2, по которому с начала отопительного периода в дежурную службу департамента поступило 12 сообщений о аварийных ситуациях». По словам жителей, в квартирах стало немного теплее. Но надолго ли это – пока неизвестно. Мы ставим эту ситуацию на контроль и будем следить за улучшениями температуры воздуха в квартирах. Лариса Хусейнова, Жислав Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.